Забудьте всё, чему вас учили в ВУЗе. Многие молодые сотрудники в первые месяцы работы сталкиваются с трудностями на рабочем месте. Сложно влиться в коллектив, сразу вникнуть в суть своей должности, поскольку знания, которые давали в учебном заведении, и требования работодателя заметно разнятся. Студенты с РФТИ таких проблем с лёгкостью избегают, считает секретарь приёмной комиссии Ирина Суворова. Ежегодно около 90% магистров и специалистов трудоустраиваются в ядерный центр. Наши ребята проходят практику буквально с третьего курса. Некоторые начинают летом, уже перед третьим курсом, проходить практику в Федеральном ядерном центре. Что это даёт? Это даёт возможность понять структуру Федерального ядерного центра, познакомиться с теми людьми, с которыми ты потом будешь работать, понять содержание работы, с которой ты будешь. Основную волну подачи документов в ВУЗы ждут с 27 июня, поскольку 24-го уже бывшие школьники получат свои аттестаты. Основной камень преткновения для абитуриентов и их родителей – подача копий и оригиналов, пояснила Ирина Григорьевна. Копии подают, как правило, в несколько учебных заведений, в которые планируют поступить. А вот оригинал приносят позже, когда абитуриент, наконец, определится с ВУЗом. Подача документов на бюджет во всех ВУЗах до 25 июля. Почему сейчас так жёстко в стране идёт вопрос по срокам? То есть, чтобы все ВУЗы одновременно могли работать по зачислению. Поэтому до 25 июля ребята приносят копии документов или оригиналы документов для поступления на бюджет. Подать документы в Сарфы ТИ можно несколькими способами – через портал Госуслуг, через информационный портал Института, либо отправить на почту. Однако самый надёжный и проверенный метод для абитуриента – лично прийти в приёмную комиссию. С 5 июля в Сарфы ТИ начнёт работу выездная комиссия в Дивееве, Темникове, Первомайске, Нижнем Новгороде и в Павлове. В Павлово мы ездим второй год. А до этого в эти населённые пункты мы ездили, туда съезжаются ребята из близлежащих, ну, кому куда ближе. Мы знаем, что Арзамас ездит в Дивеево, например, если нужно подать Дзержинск, Нижний Новгород. И там на вот этих выездных комиссиях они могут встретиться с нашими студентами, с нашими сотрудниками и расспросить дополнительно о нашем ВУЗе. Дополнительную информацию о работе приёмной комиссии можно узнать на сайте института, в группах в социальных сетях, а также по номеру 3-94-78. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.